Приветствую всех, кто меня смотрит! В этот раз мы находимся в замечательном старинном городе Сеговия, расположенном на равнинах Старой Кастильи, недалеко от испанской столицы. Этот город был основан в 80-х годах до нашей эры римлянами, и подтверждением тому служит этот огромный акведук, сохранившийся до наших дней. Это самая известная достопримечательность Сеговия, самая древняя и самая огромная. Она состоит из 167 гранитных арок, не скрепленных каким-либо раствором, и длиною 18 километров. Удивительно, а ведь это примерно 50-й год нашей эры. Название Сеговия город имел и при римлянах, и при маврах, а при католических королях город стал королевской резиденцией. И здесь произошло несколько очень значимых событий для Испании. Местные жители чтят свою историю, и это видно во всем. Мы попали в этот город в часы сиесты, и потому людей очень мало. Кафе и бары все пустые, город как будто вымер. К сожалению, испанская сиеста часто очень мешает. Посетители выпроваживают на это время из замка, например, даже если ты только что вошел, и предлагают зайти после сиесты через 2-3 часа. Но очень неудобно, и жаль терять время, ошиваясь по жаре непонятно где, ведь даже пообедать в это время нельзя. Все закрыто. Вот мы, пройдя старинными улочками Сеговии, вышли на главную площадь города – Пласа-Майор. В таком вот виде она существует 17 века, но и до этого здесь был центр средневекового города, и где проходили все важные события. В глаза сразу бросается огромный кафедральный собор, построенный в готическом стиле. Но нас интересует более старая церковь, находящаяся здесь же, но немного спрятанная за позже построенными зданиями. Вот она, приходская церковь Сан-Мигель. Ее вход украшают рельефные изображения трех святых – Сан-Мигеля, Сан-Педро и Сан-Пабло, то есть святых Михаила, Петра и Павла. А надпись на стене гласит 13 декабря 1474 года в этой церкви Сан-Мигель города Сеговия была провозглашена королевой Кастилей Изабелла Католическая. Это она изображена у входа в церковь Сан-Мигель. Очень интересная личность, счастливая женщина, которая по собственной воле сумела стать королевой в 23 года. Вышла замуж за того, кого сама себе выбрала, прожила жизнь в полной гармонии с мужем, правя объединенными королевствами на равных, как партнеры. К тому же вошла в историю Испании как великий реформатор. Здесь мы видим Изабеллу и ее мужа Фердинанда. Такое дружное правление и такое результативное – большая редкость не только для средневековья, я думаю. В их правлении была завершена реконкиста и реформирована правительственная система. Было организовано путешествие Христофора Колумба и открытие нового света. При них Испания объединилась. И можно сказать, что именно с этого места началась история Испании как единого государства. Церковь назвала Изабеллу слугой бога католической церкви и с тех пор она так и вошла в историю, как Изабелла первая католическая или Изабель-католичка. Второй католический собор на этой площади, огромный и величественный, был построен в 16 веке и считается последним большим готическим собором Европы. Он имеет мудреное название – Собор Успения Пресвятой Богоматери и Святого Плода. На его месте ранее стоял Собор Святой Марии 12 века, который был разрушен в 16 веке во время восстания городских общин, которые требовали ограничить королевскую власть. Восстанавливать его не стали, а построили на его месте новый, вот этот. От старого храма сохранилась только галерея во внутреннем дворике. И если уж говорить о средневековых храмах Теговии, то следует сказать и о тамплиеровской римско-католической церкви тамплиеров – Вера Круз, или Церковь Истинного Креста. Эта многоугольная церковь была возведена рыцарями ордена тамплиеров в 13 веке. На плите сохранилась древняя надпись, что храм был освящен 13 сентября 1208 года. Старинный храм построен по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме, откуда и начал свое существование этот загадочный и могущественный монашеско-рыцарский орден. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся церквей этого стиля в Европе. Обожаю загадочные места обитания тамплиеров. Но этот храм находится немного в отдалении. А на площади Майор, кроме двух главных соборов, находится еще театр Хуана Браво, у входа в который мы можем увидеть памятник Антонио Мачадо, испанскому поэту и драматургу. Вот вкратце то, что можно посмотреть в Сеговье и конкретно в центре этого старого города. От площади расходятся в стороны загадочные средневековые улочки, по которым можно бродить и бродить. Но мы направимся к конкретной цели, к самой важной достопримечательности Сеговье, к прекрасному и огромному средневековому замку – резиденции католических королей. Ведь именно в этих стенах укрылась будущая королева Изабелла, чтобы пройти обряд коронации, пока ее не опередила другая претендентка на престол. И именно из этого прекрасного алькасара Сеговье она прибыла к церкви святого Мигеля, где предстала перед своими подданными уже как королева Кастилии. По дороге к замку мы проходим старым еврейским кварталом, жителей которого та самая королева Изабелла либо изгнала из страны вместе с маврами, либо обратила в католическую веру. Была и такая сторона ее правления. Сейчас здесь стоит памятник Агапиту Марасуэлу – популярному песеннику, который воссоздавал старинные песни и баллады, и даже мелодии для бубна. Все это очень интересно, но мы идем дальше, ведь нам нужен Алькасар, который в настоящее время является самым интересным и самым посещаемым местом среди туристов. Это главная все же достопримечательность Сеговии, хотя ее и ставят на один уровень с акведуком и собором. Крепость-дворец не только прекрасен сам по себе, в нем есть еще дворцовые покои, которые прекрасно передают нам атмосферу средневековой жизни королей. Так давайте походим по величественным залам, узнаем историю жителей дворца, поднимемся на необычную башню замка и оценим изделия средневековых мастеров, оружия и доспехов. А значит, предлагаю встретиться во второй серии и закончить знакомство с Сеговией в красивом средневековом замке, который стал прообразом диснеевского мультфильма «Спящая красавица». «Спящая красавица»